В Курсуне-Языково вводится карантин. Мера должна начать действовать уже сегодня. Такое решение озвучил глава региона. Еще накануне в эпицентр распространения коронавирусной инфекции начали стягивать медицинские силы и средства. Однако ситуация в муниципалитете с наибольшим количеством зараженных остается непростой. Губернатор не исключает возможности введения режима чрезвычайной ситуации. Я должен констатировать, что сама медицинская помощь на базе местной районной больницы организована весьма плохо. Я вынужден был принять ряд жестких решений. Как кадровых, так и управленчатых. Мы заменили главврача Корсунской больницы. Создали на базе района постоянно действующий оперативный штаб. Срочно направили в район медицинский десант. 16 медиков из городских поликлиник, соседних районов. Сейчас они отрабатывают вызовы корсунцев, которым нужна простая медицинская помощь. Кроме того, мы начали тотальный поддомовой обход жителей Корсуна для того, чтобы оценить их состояние здоровья. Потому что понимаем, что в случае с коронавирусом самолечение или позднее обращение к врачу может оказаться фатальным. Как, к примеру, произошло с молодой женщиной, которую мы потеряли здесь совсем не от коронавируса, которого у нее не было. А от того, что уже не смогли ее спасти на поздних стадиях пневмонии. Для проведения обхода, кроме присланных из города медиков, мы привлекли волонтеров, учащихся медицинских вузов, училищ. Мы завезли в больницу в Корсуне передвижной филирограф, чтобы на месте можно было оценить состояние заболевших людей. Направили реабилитационный автомобиль скорой медицинской помощи. Для оказания при необходимости помощи тяжелым больным он очень нужен. Хочу заверить вас, земляки, мы в Корсун стянули значительные медицинские силы, чтобы охватить всех жителей необходимой медицинской заботой. Вторая задача – минимизировать риски распространения болезни из этого очага. Мы сейчас рассматриваем возможность введения режима межмуниципального ЧАЭС, который позволит нам прекратить перемещение внутри области в соседних зараженными территориями. Друзья, как я уже и говорил, раньше мы еще не достигли пика заболеваемости. Мы только на посту к эпидемии этой болезни. И число зараженных с каждым днем растет. Растет у нас, растет в других регионах, в стране.